Давайте сегодня приготовим фитнес рецепт низкокалорийных котлет. Привет друзья! Сегодня у меня фитнес рецепт замечательных котлет. Такие котлеты готовятся быстро, просто, получаются вкусно и подойдут для тех, кто следит за своей фигурой. Все ингредиенты и их количество я пропишу под видео. Заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Берем небольшую кастрюлю и ждем, когда закипит вода. В кипящую воду опускаю цветную капусту и с момента закипания отвариваю 2 минуты. Этого будет достаточно. Прошло 2 минуты и цветную капусту вынимаем. Теперь опускаем брокколи и отвариваем 2 минуты. Можно в принципе сварить все вместе, но мне нравится, когда я отвариваю капусту по отдельности. Брокколи готово. Достаем из кастрюльки и даем капусте остыть. При помощи блендера измельчаем одну луковицу. Морковь натру на крупной терке. Мелко нарезаем зелень укропа и петрушки. Мелко нарезаем цветную капусту и брокколи. Нарезать будем в произвольной форме. Сильно не надо измельчать, но и чтобы крупные кусочки у вас не попадались в котлетах. Сразу скажу, что я готовлю своим рецептом, своим способом, как я готовлю дома для своих домочадцев. Вы можете оставлять комментарии, подсказывать мне, но не упрекать ни в чем, что не так, что неправильно. Все ваши комментарии я читаю, отвечаю и принимаю. Как положительные, так и отрицательные. Берем фарш, добавляем сюда немного овсяных хлопьев. Сразу скажу, что овсяные хлопья я не замачиваю, потому что у меня в рецепте много овощей. Фарш у меня из куриных бедрышек. Можно сделать из грудки. Добавляю сюда немного гранулированного чеснока. И все хорошо перемешиваю. Перемешивать лучше руками. Сейчас я фарш перемешаю и оставлю примерно минут 10-15, чтобы он постоял вместе с овсяными хлопьями. Яйцо я сюда не добавляю. Вот так. Прошло 15 минут и я добавляю в фарш лук, морковь, зелень укропа и петрушки. И самую сочную и вкусную капусту. Здесь брокколи и цветная капуста. По вкусу добавим черный молотый перец. Можно добавить еще какие-нибудь специи. Это все на ваш вкус и на ваше усмотрение. Добавляем соль. Соли я добавляю немного, чтобы не пересолить. И руками перемешиваем фарш до однородного состояния. Сейчас я фарш перемешаю и дам постоять минут 10. Обязательно пробуйте, хватает ли вам соли. И вот такой фарш у меня получился. Он получился красивый, сочный и очень аппетитный. Берем противень, застилаем фольгой и начинаем формировать котлеты. Берем немного фарша. Я одеваю перчатки и лепим котлетку. Я делаю их побольше. Можете делать любой формы. Я думаю, каждая хозяйка знает, как лепить котлеты. Вот такие котлетки красотульки у меня получились. Сейчас я их буду отправлять и запекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Прошло 40 минут и котлетки готовы. Получаются вот такие они красивые, пышные и очень вкусные и сочные. Готовые котлеты выкладываем на тарелку и подаем их салатными листьями. А также можно приготовить очень вкусный и аппетитный сметанный соус с зеленью. Как видите, рецепт очень прост в приготовлении, а результат превосходит все свои ожидания. Котлеты получаются сочные и нежные. И если вы их приготовите, то они обязательно порадуют вас. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, ставите лайки, а также пишите комментарии. Чем больше вас, тем вкуснее и интереснее готовить для вас. А вам всем скажу, готовьте, экспериментируйте и все у вас получится. Ведь экспериментировать это классно. Всем пока-пока. Готовьте с любовью и все у вас получится. Хорошего всем настроения и теплых-теплых дней. Всем пока. Продолжение следует...